В Бомиане мне довелось быть как раз вот когда те, кто сидят вот за этим столом, не все, но многие были там и команды. В Бомиане такое место тяжелое, где Будды огромные стоят, которые потом талибы-то и разрушили. А ребята старались не стрелять по Будам, даже когда оттуда все эти взбуды обстрелили лагерь, так что берегли. Вот, но эта песня еще в памяти Гладкова Федора Борисовича, это человек из ГРУ, главного развития управления, который работал там же в Бомиане, из которого однажды довелось на двух вертолетах лететь мне, и вот Коле, который здесь сидит, Демидову. И я не помню, кто из вас спас мне жизнь, потому что обычно уже по журналистской привычке знают, что если летит пара вертолетов, то лучше садиться во второе. Ну, короче говоря, кто-то меня бинками выкинул, и в другой вертолет, где вроде бы лететь-то поопаснее бы мне, вот люди-то, журналисты вынижают по себе. А потом, казалось, когда полетели, тот вертолет сбили, наш вертолет, да, как раз сбитым был Николай Демидов с Рацией, и Федор Гладков погиб, и экипаж погиб, один борттехник, видишь, он, по-моему, с ума сошел, да? Вот, а наш вертолет, ну, побили, что-то там, прострелили, но потом куда-то мы постреляли, значит, в конце концов прилетел МИГ, какой-то ему дали целеуказание, как называемое, для меня это один из самых кошмарных воспоминаний в жизни, потому что бьет до ЖК, да, в упор, да, и вот, и вот наш вертолет летит, в упор, думаю, что нет, что может ли все сошли, надо какие-то маневры делать, а они лопают, значит, те в лоб лопят, а вот, вот. А, кажется, отдавали целеуказание, потому что треляли трассерами, а где-то вверху полкасса, значит, прилетел самолет, вот он увидел, доложил, что целеуказание получил, бросил бомбу, тогда в ЖК тут уничтожили, потом уже, да, высаживал в девятую роту, да, в шестую роту, потом из Баграма прилили в девятую, и так далее, а Федор Гладков погиб, и вот такая песня, которая от меня связана, хотя он там напрямую не упоминается, но это именно у него памятник.